Друзья, всем привет! И сегодня будет интересное занятие, как научить собаку любому действию, которое вы захотите, но на простых вещах объяснить. Нужно сделать вот это, ну и посмотрим, что из этого получится. Как объяснение происходит для собаки? Мы сейчас займем, каждый из нас займет позицию, владелец собака или собака-владелец, уже выберем, кто из нас что будет делать. То есть тут главное понять, как объяснить без слов поставленную задачу и чтобы собака ее поняла. Вы между собой выбираете, кто из вас будет выполнять функцию собаки, а кто функцию владельца. И вы будете меняться, вы каждый раз меняетесь. Зачем это делается? Вы сейчас поймете, в какие-то моменты, когда вы говорите что-то о собаке, она такая сидит. Мы общаемся на разных языках. Человек объясняет собаке что-то, а собака по сути она многих слов не знает. У нас уровень объяснения должен быть настолько понятный, что мы вот так объяснили, это правильно, это неправильно, сделай это, чего непонятного. И вы сейчас каждый прочувствуете себя, как вы своей собаке объясняете, насколько это понятно. Но собака же эмоцию понимает, а не слово. А сейчас все увидишь, сейчас одну секунду, мне надо такая специальная штука. Знаете, что это такое? Шокер. О, слышишь, все говорят, что это шокер. А, это как маркер, это как маркер, да? Только вместо маркера шелчок. Да, уже говорили вам про это? Нет, я видела в видосике. Это называется кликер, с помощью него тренируют дельфинов. Ну и всех животных тоже, кликер одна из работающих штук. Когда мы даем маркер, мы его даем с той интонацией, какое у нас настроение. То есть, если мы с утра заряжены, мы там, ес, все нормально, круто. Если мы уставшие, какой у нас маркер? Ес. Да, мертвый. Маркер вот такой. Тут он одинаковый. Утро, вечер, ус. Понимаете, да, в чем фишка? То есть, вот это, по сути, маркер универсальный. То есть, его применяют, его взял, пошел гулять. Когда руки заняты, смотрите, в чем фишка вот этой штуки. Нужно кликнуть, потом дать еду. Если поводок, мясо, где держать, понимаете? Потому и такая штучка сделана. Фишка в чем? Эмоциональной привязки нету, но тоже маркер. Но сейчас вы друг другу объясните с помощью вот этой штуки, что вы хотите друг от друга. Один клик, это, помните, есть промежуточное подкрепление, говорите, давай, давай, молодец, у тебя хорошо получает. Но это еще не маркер, но на верном пути. Но когда делаешь вот так, это будет ес. Все, ты сделал правильно. То есть, это зарплата вообще, держи. Понял, да, за маркер. То есть, мы когда делаем вот так, это уже все, конец действия, сделал правильно. Вот это, это ты на верном пути. Ты делаешь правильно, молодец, давай, старайся. Сделал, окей. Ага, двойной это уже. Это сделал. Сейчас показываю пример. Вы друг на друге сейчас делаете пробу, потом я ставлю задачи. То есть, если ты собака или ты собака, объясняете друг другу, все очень понятно должно быть. То есть, у вас сейчас, но говорить нельзя ничего. Слов вообще нельзя. Вообще нельзя говорить. А что сделать? А я сейчас объясню. Мы сейчас пробуем. Становитесь тут вдвоем. На простом примере. Когда я делаю клик, это правильно. Но думай, что еще нужно сделать. Это не конец. Конец это двойной. Типло, тепло, холодно. Да, типа тепло, вот супер. Типа тепло, холодно. Вот это, это конец. Вот это, это на верном пути. Значит, сейчас каждый раз, когда я кликаю, делаешь какое-то действие. Если я делаю вот так, значит правильно. Если я ничего не делаю, значит ты не туда идешь. Договорились? Сейчас ты делаешь какие-то действия. Сделаем не так. Сейчас я тебя попрошу выйти на крыльцо и вернуться. А я скажу, что я с тобой буду делать, чтобы он понял. Теперь смотри, я говорю, что я сейчас буду делать. Ты смотришь, учишься и потом так же на простых вещах делаешь. Договорились? Сейчас она выйдет, чтобы не подслушать. Да. Короче, смотри, нужно будет подойти к красной фишке, допустим, сюда. Подойти к красной фишке. Просто подойти. Да, она подойдет сюда и получит вот это. Мы не общаемся. Ты отсюда у тебя старт. Выходишь сюда. И я буду помогать. Если один клик, делаешь правильно. Если два клика, закончила. Поехали. Продолжение следует... Хочется же понять, да, что она здесь? Все очень просто. Где-то тут, но что дальше, не могу понять. Ну, она, в принципе, выполнила, в принципе, выполнила. Если ты подойдешь, ну, я говорил, встать возле фишки, остановиться, то есть действие было такое, она прошла, надо было подкрепить. Я хотел довести до идеала, почему сказать, я хотел, чтобы она подошла вот сюда и стала. Ну, типа, я хотел вообще до идеала довести. А она чуть-чуть... Да, она выполнила. То есть я сейчас к чему говорю? Сейчас у вас у каждого будет возможность вот так вот объяснять. Если бы она подошла, ну, вот тут она стала, мне вот тут надо было клик сделать. Но почему я этого не сделал? Потому что она начала делать следующее действие. Ну, да, и ждала подкрепление. И был бы ложный маркер. Помните, если дал неправильно маркер, наша ошибка, то мы все равно должны подкрепить. Мы дали ошибку. И я видел, что она разогналась и собралась идти. То есть вот тут подкрепить, если она не поймет, за что я дал маркер. Мне важно было, чтобы она подошла и получила вот это. Когда мы объясняем собаке, мы объясняем, что тепло-тепло, где-то сюда иди. Игра очень прикольная. Это для того, чтобы научиться объяснять правильно собаке. То именно клакером. Да, только вот этим кликером. Теперь смотри, что делаем. Сейчас вы меняетесь. То же самое. Сейчас все попробуете пощелкать. Я ставлю задачу ей, когда ей сделать вот это. Но промежуточный она делает вот так вот. Выходишь на крыльцо, просто вышел и зашел. А я ей поставлю задачу. А, теперь я клик? Все, да, ты попробуешь. А, смотри, вот это мы уже сейчас, мы сейчас. А теперь смотри, мы делаем все, как делает собака и может человек. Я не могу тебе сказать, что будет, что не будет, потому что не будет интересно. Но фишка в чем? Будут задачи не очень сложные. Не супер там какой-то, знаешь, просчитать, что-то сказать. Это будут действия, которые на какой-то результат работают. Нет, мы молчим. Вы обои молчите. Знаете почему? Чтобы ты не говорил, собака по сути не понимает. Ну, как бы ты ей говоришь, как ты считаешь, что в шкафу у нас. То есть она не понимает. Ну, то есть собакой нет смысла. Там простые какие-то моменты, она понимает. Но мы сейчас научимся выстраивать правильную поведенческую цепочку. На будущее неважно какие-то команды. Вы поймете и побудете на месте собаки сейчас. Вот это очень крутая штука. Выходишь на крыльцо, сразу заходишь. Задача будет очень простая. Смотри. Подойти и стать на тач. Просто подойти вот так вот. Подойти. Да. Не важно как, стать двумя ногами. Двумя очень важно. Все? Все хорошо? Да. Смотри, сложно было понять, что хотят? Да нет, ну вообще вот так. Примитивно, все круто. Теперь будет чуть-чуть по-другому. Мы сейчас несколько быстро повторений сделаем. То есть задачи будут усложняться. Это как в дрессировке. Сначала мы учим простое, потом идем дальше. То есть сейчас без слов. Ты объяснила собаке, что нужно подойти сюда. Тебе было все понятно? Вообще предельно просто. То есть понимаете, насколько нужно в дрессировке все сделать? Просто и понятно все. Вот тут маркер ЕС получил. Меняетесь. Следующее задание. И они сейчас, мы их чуть-чуть быстрее, быстрее, быстрее выйдя на тот уровень, когда вы вот так, так, легко. Сесть в кресло. Просто сесть. Не-не-не-не. Там сейчас все нормально. Ну, я как чувствую, я делаю. А, все, понял. Все, я понял. Ты зарядил сначала, да? Посмотрела такая, куда подскажи. Да, классно. Надо научиться вовремя просто. Смотри, чуть-чуть запоздания по подсказке. Если бы ты делала вот так, было бы еще быстрее, правда? Чуть-чуть запоздание. Смотрите, я говорю, в нужный момент нужно успеть подкрепить. Вот там просто я из-за того, что знаю сильно хорошо, как это делать, то я, получается, предвидел то, что может сделать ошибку и пропустил это. Ну, как бы предвидел и пропустил. Сейчас задача будет чуть-чуть усложняться. Сейчас еще раз. Ты выходишь и заходишь. Выходишь на улицу и заходишь. Сейчас будет другая задача. Взять фишку, поставить на стул. Ого. Ого. Как я ему объясню, что надо на ногу? А, теперь, так вот объясняй. Сейчас мы же собаке объясняем простые действия. Да. Поехали. И за три сотры говорит, подсказывай. Можешь помогать, да, чуть-чуть? Так. Подсказывай. Подсказывай сейчас. Так ты ж додумался. Ты додумался. Смотри, фишка в чем. Смотри, что тут происходит. Она же ничего не говорит тебе. Ну, ты все понимаешь, что надо делать? То есть, понимаешь, насколько, если у собаки есть интерес, то тебе же интересно было разобраться, в чем дело? Пригинь. Нужно сделать интересное занятие для собаки, чтобы она такая, слушай, что сегодня будет? Мы говорим, это сюрприз. И он, давай уже что-то поделаем. И ты говоришь, окей, хорошо, давай, сейчас будет прикольно. И все. И собака дальше, давай прикольно. Я хочу, я хочу, это заставляет, смотри, есть стимул реакции. Это мы говорим, вот тебе кусок, сделай, сядь. А тут чуть-чуть другое. Это оперантный метод. Сделай, как ты хочешь, но я тебе буду подсказывать, и получишь в конце результат. То есть собаке, тебе интересно было искать выход? Это выход найти. И ты искал его, ты не останавливался. И тебе было интересно, потому что проводник тебе правильно рассказывает. Правильно. Интересно. Ты когда идешь не туда, он говорит, стоп, 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 тишина. Ты такой, раз, сейчас еще сложнее будет задача. Тут я сейчас хочу, чтобы вы поняли, как себя вести и как объяснять собаке. Говорить нельзя, но можно сказать, слушай, все правильно. То есть вот это, это, давай, давай, хорошо, молодец. Ты верно, ты начал там, сейчас будет еще чуть-чуть сложнее. Чуть-чуть. Я каждый раз, заметьте, начали с простого, дошли к сложному. Казалось, что будет сложно. А потом ты выиграл, такой, круто, я все сделал. Ну, типа, прикольно, выиграл, нравится. И интересно тому, кто учит, и интересно тому, кто учится. Сейчас меняемся. Даю сейчас кликер, будет чуть-чуть по-другому. Взять, принести, стать. Круто? Да, шикарно. Это усложнение, то есть это другая связка будет. То есть понятно, да? Поехали. Вот это крутяк сейчас. Смотри, как технично точно работает. На чемпионат прям готовят. Прям хочется вот тот, где этот клик один, хочется его где-то рядышком. Иногда, когда мы собаке объясняем, мы тоже можем ошибаться. И казалось, несложная задача, да? А теперь прикинь, сколько надо нервов, чтобы сдержаться и объяснить, что надо сделать. И фишка в том, что ты не понимаешь, что надо, да? Ну вот сейчас это происходит как-то так. Тихо, не подсказывай. Смотри, и собака такая, ну что ты от меня хочешь, да? Вообще, у тебя должно быть ноль эмоций, она должна... Вот тут клепи, жди даже, когда... Отлично. Быстрее чуть-чуть иногда, чтобы понимал, что нельзя. А ты меня немножко запутал. А я потому что пошла к стойке, и ты мне кликнул. И я подумала, что это стойка. Где этот клик один? Нет, стойка имелась в виду, полочка. А теперь, представляете, собака говорит на ошибке. Да. Ты меня запутал. А представляете, а собака не может сказать. И у вас есть только вот эта подсказочка. Сейчас, ну, мозг начинает понимать, как вся процедура идет. Скажи прикольно. То есть, вот это называется, когда мы учимся объяснять. И это занятие сейчас для того, чтобы в жизни, как там дальше у вас не случилось бы с любой другой собакой, вы научитесь сами правильно ставить задачи. Технический момент мы научим, как. Но главное, чтобы вы понимали, как ставить задачу. Мы сейчас еще больше можем усложнить. Это будет последнее. И мы приступаем к занятию. Вы сейчас поняли, как собака говорит, объясни мне. Вот тут было, смотри. И мы не всегда сами можем объяснить, что мы хотим. Ну, не сразу же объяснил, иди возьми консерву это. Она сколько крутилась там. А теперь смотрите, если собаке надоело. Знаете, что она сделает? Скажет, до свидания. Мне ваши клики не на. Фишка в чем? Это не нужно затягивать надолго. Собака должна хотеть. Вы должны быть интересны. Понимаете, в чем фишка? Очень важно научиться думать и мыслить так, чтобы максимально просто и быстро объяснить собаке. Вот сейчас вы поняли друг на друге, как вы можете объяснить. И сейчас еще один момент. Мы сейчас еще раз усложняем. И в принципе приступаем к занятию. Вам понятно, что такое кликер? Да. И как? Ну, то есть эмоции сейчас проснулись, да? То есть уже такие, блин, точно, вроде же все просто, ничего сложного нету. Где было просто? Оно было вроде несложно, но надо понять. А как я пойму? Вот прикиньте, я говорю, почему я говорил, собака владелец. Вот так мы по сути так и объясняем. Я же говорю, ты понять не можешь, но ты когда кликал, потом 20 раз говоришь, ну да, рядом, ну да, рядом. И ты такой думаешь, блин, да что там непонятного, правда? Да. Ну так же думал, ну что непонятного? А она не понимает. Ну ей надо объяснить. Она человеческого языка не понимает. Это стул отнести туда и сесть? Как мы уверены, да, чемпионат мира уже идет. Что-то не то. План поменялся. Мозг заводит в тупик. Это оно? Ты не кивал головой или нет? Нет. Все, пускай, думаю. Видишь, какой способный пес у нас, да, все знает, как что-то делать. А что тут непонятного, да? А это когда мы делаем какие-то действия промежуточные и можем запутывать. Когда мы делаем ошибочку, мы связываем или маркер с движением, или еще что-то. Собака задала вопрос. Круто. Вот так вот она, вот так в жизни она и спрашивает, что ж ты от меня хочешь? Подкрепляй все равно там, когда он. Чтобы он понял. Смотри, сейчас что такое? Подкрепи. Подкрепи все равно. Все равно? Подкрепи, да. Я сейчас объясню почему. Потому что он тогда будет другое действие предлагать. Он понял, что оно правильно, и он будет предлагать. Вот все делаешь правильно, да. То есть она тебе объясняет. Ты на верном пути, думай. Засчитаем давай, да. Фишка была в чем? Подойти сюда, к этому пролету, поставить стул и сесть. Смотри, вот вроде ничего сложного нет. Вот вообще примитивно просто. Ты понимаешь, как строятся отношения владельца и собаки? Вот вроде мы думаем, да что ты не понимаешь, что сделать вот так вот раз-два, правда? А когда сам попробовал, то смотрите, в чем фишка. Фишка. Вы когда идете, есть ошибочные клики, которые связываются с чем-то. То есть вроде как рядом, и надо сказать, да, ты молодец. Но ты сразу же думаешь, блин, это где-то тут. Ну, когда ты идешь в направлении победы, это тоже кажется, что это правильно. Но самое сложное, конечное понять, что там надо было сделать. А надо было вот это сделать. И ты начал навязывать все, что хочешь. Но тебе настолько интересно было заработать вот это, что ты прям, блин, ты навязывал, навязывал. Вот настолько интересное должно быть занятие для собаки, чтобы она хотела. Тогда получится результат. Если собака не хочет, не замотивирована работать, такой же результат будет. Понятно, как ставить задачу? Крепкие нервы и говорим, ничего страшного, у нас все получится. Идем, делаем, делаем. Ты молодец. А после двойного собака еду получаешь? Да. Только после двойного. Это маркер, yes. Это маркер. Смотри, когда мы идем, мы делаем команду рядом. Допустим, мы говорим, да, молодец, хорошо, супер собака, ай, умничка, сел, yes. Фишка в чем? Мы научимся, как правильно выстраивать всю цепочку. То есть, по сути, вы теперь понимаете, любую команду, которую вы хотите, вы должны спланировать, какой конечный результат. И говорите, ну что, давай попробуем. Он говорит, ну давай, так, поехали там. Тач делали, не делали? Тач вроде нет. Лапка нет. Не делали? Не, мы пытаемся научиться, чтобы он давал лапу, но он так уходит и заваливает. Ну мы сейчас посмотрим, что он умеет. Сейчас заснимем. Интересно, полезно было? Да, шикарно. Действительно, я почувствовал себя собакой, как она со своей точки зрения видит. Она думает, ты мне объяснить не можешь? Прикинь, ты думаешь, ты понять не можешь? Она говорит, объясни мне нормально. Какой-то тарабарщине. Да, то есть, вы же не понимаете друг друга диалога. А еще орешь на нее? А понимаешь, как примат будет объяснять волку, что он хочет? Особенно, если нервы подключаешь, это вообще мимо кассы. Вообще, а если собака занервничает, все, можешь прекращать занятие. Она начнет навязывать, лепить все в кучу и такая, да все, не надо оно мне. Прикиньте, как все получается. То есть, вот тут я вам скажу, что относительно, это за сегодня мы уже не первый раз делаем, то вы очень быстро это сделали. Да? Да, Санек снимал, он знает. То есть, у вас все быстро получается, поэтому с собакой еще быстрее все получится. То есть, теперь главное правильное объяснение, идти к результату. Значит, мы на одной волне живем. Да, круто, молодцы. Давай, пять. Все, сейчас что будем делать? То есть, мы планируем сейчас, что мы делаем? Ну, что, покажем, что умеет. Выводим собаку. Да, выводим собаку, сразу говорит, что ты будешь делать, чтобы я понимал, что мы готовы. Ну, мы пройдем рядом, будем садиться еще рядом. Я его посажу. Выдержку отработаешь? Да, могу выдержку сидеть, отойти, лежать, отойти. Потом из положения сидя, там, лежать, стоять. И вот это вот могу на месте поделать. Все, показываю, что сейчас наработали. Окей, договорились, погнали. Такой переворот есть? Есть. Честно, да? Да, да, да. Понимание хоть, что такое собака, что такое... Примитивно просто и в то же время, ну, как все гениальное просто. Ты помнишь, Рилан, собаке нужно, я уже вначале сказал, ему нужно объяснить просто, чтобы он все понял. Вот и все. Ну, вообще, вот прям, как медведь на велосипеде поехал. Игрался, игрался. Потом, а что, мне сесть надо? Да, наверное, сахарок. И он такой, блин, а если я поеду? Ну, поеду. Три сахарка. Хо-хо-хо! Поехали! Ты понимаешь, как все будет? Все гениально. Гениально. Да. Так. Вайс. Спасибо. Вайс. Рядом. Рядом. Молодец. Молодец. Сейчас мы об этом говорим, потому что подсказки у нас пошли сразу. Мы, типа, знаем, как объяснять его. Еще, еще, еще. Да? Ну, можно когда говорим, да? То есть у нас, да, сам маркер, да, вы даете когда? Не ес. Рядом. Умничка. Какой маркер последний у вас? Конечный. Да или ес? Ой. То да, то ес. То да, то ес. Рядом. Остановись, сядь. Рядом. То да, то ес. Смотри, вот это должно быть понятно. Смотри. Рядом. Где ес? Где ес? Рядом. Ну, то есть вот это нужно тоже объяснять. То есть то да, то ес вы должны сами определиться. Вы должны собаке правильно объяснять. Рядом. Рядом. Ой-ой-ой, попа. Куда твоя попа ушла? Рядом. Да? Молодец. Сейчас я вижу технический навык. Что как бы в наведении собака идёт. Рядом. А разница между в том, что мы его ведём в наведение периодически, он там хочет, идёт, не хочет, не идёт. То есть сейчас он в принципе идёт в сцепке. Я показывала, что такое сцепка? Да. Когда работаешь в сцепке, всё очень просто. Теперь нужно... Сидеть. Сидеть. Объяснить... Сидеть. Что такое, когда сам навязываешь? Сидеть. Сейчас я покажу на собаке. Сидеть. Сидеть. Нет. А-а. Нет. Маркер негативный и позитивный. А-а. Или нет. Это негативный маркер. А когда выполняет правильно, стой, далеко не отходи. Да, хорошо, браво. Ес. Молодец. Сидеть. Смотри. По маркеру сейчас... По маркеру объясню. Лежать. Ты смотри какой. Лежать. Лежать. Нет. Лежать. Лежать. Борьба... Борьба добра со зла. Лежать. Да. Лежать. Лес. Молодец. Лежать. Смотри. Сейчас заводишь собачку в бокс. У меня есть что рассказать. Смотри. Как даешь маркер. У тебя собака выполнила, допустим, лежать. Ты говоришь, ес. И даешь собаке еду. Опять собака выполнила. Ты говоришь, ес. Ты с ним долго ободаешься. Лежать, 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 уговариваешь. Он сделал, ты ес, даешь еду. Как даешь со стороны, я сейчас покажу. Как даешь? У тебя действие, это когда ошибочное действие. Вот помнишь, он что-то делает в сторону направления. То, что правильно, ты пытаешься подкрепить это. Ну, это же правильно. Пытайся подкрепить. Помнишь, он там что-то делает? Ну, там стул взял, еще с чем-то. Вроде как правильно, но есть ошибка небольшая. Я сейчас к чему. Что такое маркер? Маркер – это первичное подкрепление. Помнишь? Его нужно давать, когда собака сделала правильно. Теперь смотри, когда ты даешь вот так. Ес, 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 вот так. Правильно ты делаешь? Так же? Ну, когда он делает. Ну, вот ты уже сделал, смотри, ты говоришь, ес, ес. Теперь показываю, как правильно. Маркер нужно отвязать от движения. Это когда ты убирала, когда он фишку брал, ты ничего не давала. То есть это приблизительно так. Ес, а потом движение. Смотри, если я делаю ес. Внимание, внимание. Ес, ес. Я связал действие и маркер. Потому что, когда я сделаю вот так без маркера, ты подумаешь, что это тоже маркер, потому он и поднимается. Типа закончено уже. А это нет. Смотри, ес и потом или ес. Чувствуешь? Смотри на меня, смотри на руку. Ес, ес, ес. Разделил. Было понятно четко, что маркер – это не действие. Нам нужно собаке объяснить. Маркер – это не действие. Смотри, сейчас неправильно. Ес, ес. Сейчас правильно. Ес. Разделенно было. Ага. Понятно? Понимаешь? Я даже не задумывался. Интересно. Секунда. Там, смотрите, маркер дается, собака понимает, за 0,3 секунды. Меньше, чем за секунду. Должно быть одновременно. Нет. Или наоборот. Раздельно должно быть. Наоборот. Смотри, я просто объясняю, чтобы ты поняла. Я сейчас объясню. Сидеть. Подымайся. Сидеть. Подымайся. Сидеть. Подымайся. А теперь смотри, если я сделаю вот так. сидеть, подымайся, сидеть, подымайся, сидеть. Реально, реально есть такое. Теперь смотри, я отвязал действие от слова, от маркера, то есть тут надо просто понять. Вот эта фишка очень важна, если вы поймете, у вас тоже вообще потом не будет никаких запинок. Ошибка в том, что ты связала действие с подачей маркера, то есть у тебя было каждый раз вот это, сидеть и давишь. Ты еще не слышишь команду, а уже я делаю действие. Смотри, сидеть. Видишь, я каждый раз тебя сажаю при команде, а когда я делал вот так, и на третий раз я отпускаю, то самому хочется садиться, потому что вначале идет условный сигнал, а потом физическое вмешательство. А у тебя условный сигнал с физическим вмешательством сразу же. То есть ты даже не думаешь, я тебе просто беру сидеть и сразу сажать. Ты не успеваешь на пирожане, а так смотри, сидеть, раз, сажаю, подымайся, сидеть, раз. И когда подымайся, я говорю, сидеть. Уже хочется сесть, потому что ты привыкла, идет условный сигнал, ты понимаешь, что после сидеть я сажусь. А тут ты уже связала, что пока я не положил руку, не дал команду вместе, не придавил, ты даже не успеваешь подумать. И у тебя маркер получается, yes. А если давать, yes. Разъединить. Сейчас понятно, в чем фишка была? Вроде мелочь, но на самом деле очень важно. Слушай, это самая главная мелочь, которая вообще в дрессировке есть. Сейчас было понятно? Да. Вот прям ты поняла, да, разницу? Да. Скажи прикольно. Yes, даешь. Да, yes, а потом даешь. Тогда собаке понятно, что это маркер. А то у нее маркер, это вот это движение к собаке. И прям тычешь ей в морду. А не надо тыкать. И еще попробуй, есть такая штука, как пищевая цепочка. Я говорил, пищевая цепочка, это когда в природе нету суицидных зайцев. Я рассказывал, помнишь? Заяц не бежит льву в рот, не запрыгивает. Нужно, когда ты даешь ему маркер, смотри, yes, чик, фук, и полетели. У нас сейчас был вопрос, сейчас присаживайся, давай, типа, вот я тебя усадил, да, говорю, сидеть. Ты села, и я как инструктор ухожу в сторону, а ты попытайся подняться. Я сейчас буду на тебе показывать, как правильно вообще это все делать. То есть мы сейчас, чтобы не портить на собаке, мы все делаем. И обратная связь, помнишь, как с кликами. Обратная связь. Смотри, я тебя усадил, говорю, молодец, хорошо, браво, сидеть, хорошо, браво, подымайся. Хорошо, браво, есть? И даю вкусняшку. Нужно четко объяснить каждый шаг. Смотри, вот сейчас, когда мы делали, ты сидишь, я тебе говорю, молодец, хорошо, я что делаю? Клик, 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 говорю, э-э, клик, клик, ну смотри, вместо клик, я что говорю, я сейчас, чтобы было правильно, я сейчас это добавлю, звук на вот это. Просто вот этим будет проще объяснять, вы уже поняли, что такое работа. Смотри, типа усадил, да? А-а-а, ес, дал вкусняшку, ес, дал вкусняшку. Это вот это было. Сейчас понятно, как это объяснять, когда собака лежит, и он подымается, а мы такие, ну чего поднялся, он такой, я хочу. Ну ничего, значит, а не получишь. То есть, когда сидишь, я говорю, да, молодец, хорошо. Клики, это вот это вот молодец, супер собака, молодец. Молодец, супер, это радио, это хорошо, молодец, браво, ес, и подхожу, даю еду. Если молчать, собака что делает? Помните, когда вам не понятно что-то, вы объясняли каждый раз, а прикинь, если бы ты зашел работать, а она не кликала, на сколько тебя хватило бы? Ну вот на сколько хватило бы? Не на сколько, не интересно. Ты понимаешь, это такой пример, когда, допустим, все примеры, которые привожу этой жизни, или я где-то услышал, тоже там у суперкинолога, да? Я уже говорил, есть два эмоциональных человека, которые приходят, тебя куда-то зовут, а пошли там потусим, помнишь, да? Пошли, такой вялый пришел и говорит, шлюпитусим. Ну, не интересно, ну как бы, не интересно, есть, которым интересно. Короче, сейчас расскажу вообще, что такое игра. В какую игру любишь играть? Волейбол, наверное, лучше всего. Волейбол. Первый вариант, становись тут, захожу к тебе в гости. О, там, привет. 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 В волейбол будем играть? Ну, ты любишь волейбол? Да. Ну, пошли поиграем в волейбол. Пошли. Ну, пошли. Пошли играть в волейбол. Пошли. Пришли на площадку. На, играй. Прикольно? Да не, ну, давай нормально. Не, ну, играй в волейбол. Ты же сказала, что тебе нравится играть в волейбол. Бери, играй. Прикольно так играть? Ну, сам собой поиграешь чуть-чуть, а дальше все. Ну, ну, пошел потусил, поиграл. А теперь смотри, следующий вариант. Так я собака? Да. Ну, я просто объясняю так. Я объясняю, как правило, мы думаем, что собаки пришли, а собака все должна хотеть. Вот прямо она ждала, пока я скажу, что ты любишь с мячиком играть? Пошли. Приходит, на, играй. Ну, это в принципе так и происходит. Теперь следующий приходит к тебе. Привет. Привет. Слушай, хочешь нормально в волейбол поиграть? Ну, давай. Давай? Да. Настроено? Готово? Да. Значит, смотри, если хочешь поиграть, уходи с камерой дальше. Если хочешь поиграть, если я сейчас добегаю первый до столба, то я не играю с тобой волейбол. Если ты добегаешь первое, дотрагиваясь до железного столба на раз-два-три, значит, мы играем в баскетбол вдвоем целый час, вот так, как ты любишь, так, как ты захочешь. Договорились? Только отсюда. Смотри, мы становимся, и кто из нас первый сейчас добегает до столба, то если я добегаю, мы не играем. Если ты добегаешь, то мы играем в волейбол целый час на раз-два-три. Раз-два-три. Будем играть. Чего так рванула быстро? Потому что ты хотела играть. Я заинтересовал ее сейчас? Я говорю, мы с тобой прикольно будем играть в волейбол. Я сдержал обещание, пошли играть. Ты настроена была на шо, когда ты побежала? Чего рванула? А на шо захотела? Играть захотела. То есть это, а ты помнишь, на играй. И пошел. Красавчик, да? Такой, я типа сейчас в баскетбол этот, в волейбол поиграем. Кинул, говорю, на. Ну на, играй свой мяч, что там, неинтересно, правда? У тебя желание появилось до игры уже коммуницировать, так? Это ритуал. Перед тем, как мы едем с собакой заниматься, она должна кайфовать и хотеть. Заряжена быть. Сейчас прикольно, понятно вообще, как выстраивать всю цепочку работы с собакой. То есть есть куча маленьких ритуалов, когда собака заходит, она должна заряжена быть. Она говорит, давай, 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 я готова. Мы говорим, погоди, чтобы позаниматься, еще кое-что надо сделать. Я не верю тебе, что ты хочешь играть в волейбол. То есть я до волейбола зарядил ее настолько, это когда мы заряжаем на маркер. То есть мы уже заряжаем на игру, мы должны быть интересны, с нами должно быть прикольно. Собака тут тусит, дровит, ей прикольно, а не просто там кусок мяса, как вот только шо ты, когда я шла. Идет чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Это целый процесс. Давайте говорить честно, собака взрослая, у нее есть уже свои привычки, он уже выучил вас 300 раз уже, он уже вас знает, он вами манипулирует, ну миллион процентов, он уже знает так, это делать не буду, все равно дашь мне. Так происходит. Он уже, он, знаешь, матерый волк, он уже знает, тут напрягаюсь, тут напрягаюсь, а вот тут я не напрягаюсь, тут все нормально, все в моей власти находится. Так получается? Сто процентов. Это каждая собака, не только ваша, а моя тоже. Фишка в чем, вы должны быть интересны, вы должны сделать так, чтобы собака была заряжена на работу, это определенный ритуал. И как только она знает, что у нее есть возможность позаниматься, мы говорим, если ты хочешь позаниматься, то надо сделать. Ты помнишь, как давай добежим, кто первый достал. Побежала и дотронулась. Я сказал, что ну мы играем, если короче сделаем так. Вот так приблизительно с собакой должно быть. Сейчас понимание, да, приходит вообще, как наиграйся, это так неинтересно уже, уже нужно подумать. То есть вот это называется поднять драйв собаки и сделать, чтобы было интересно. А тут играют все факторы. Первый это еда, второе, насколько мы интересны. И если мы будем ходить вяло вот так вот во время занятия, просто технически выполнять задание, технически, то есть его можно сделать технически, но собака не откроется, она будет не драйвовая. Это будет вот это. Типа кусок мяса, сядь, на. Все. Понимаете в чем фишка? Тут надо зарядиться и это эмоционально очень сложно. Ну это не то, что я сейчас рассказываю такой на эмоциях. А это может быть вечер, вы уже вышли заниматься. Давай поработаем. Все. И вы уже мертвый. А надо с собакой отработать. То есть вот этого собака, если видит, что владелец не заряжен, дальше занятия не получается. Должно быть тюх, тюх, тюх. Прикольно. Давай, давай, давай. Пошли работаем. Давай. Молодец. Хорошо. Пау. Да. Давай работаем. Вот так должно быть. То есть когда выходишь, именно, знаешь, накачать, накачать, накачать. Давай, давай. Со мной прикольно, со мной классно. Давай. Хочешь со мной еще завтра позаниматься? Давай, я буду готов. Сейчас в вольере, потом выходишь и мы работаем. Заряд должен быть вот такой. Это ритуал. То есть если собака выходит, как унылое говно, на площадку, где занимаемся, знаете, что произойдет? Мы не работаем в таком состоянии. Собака запоминает, когда она говорит, это делаю, это делаю, а этого не делаю. То нужно понимать, когда она сюда выходит, тут фейерверки валят от вас. Вы занимались бытовым, я вам дал почувствовать, что такое более уровень профи. То есть это как я готовлю инструкторов. Я сейчас вам показал, как готовятся инструктора. Простым людям, которые приходят на дрессировку, это не всегда нужно, не все это смогут делать. Это уровень, это нано-уровень, скажем так, да? Сейчас понятно, да, почему? Потому что когда технически ты делаешь сидеть, это сидеть и все нормально. А когда мы делаем, когда он там такой, я хочу сейчас делать, сидеть, когда будет сидеть? Когда будет сидеть? Давай уже сидеть. Ну дай мне команду сидеть. Класс, это команда сидеть. Вот так он должен идти. Смотри, а это такой мячик, а это такой мячик. Смотри. А так смотри, вот он. Давай, иди сюда. Все интересно. Оба, на, на, на. Все? Все. Хорошо, вот такой. Парниша, да. Ооо, ты что? Это бокс, наверное, это бокс. Это бокс. Давай, бокс. Тюп-тюп-тюп-тюп-тюп. Молодец, хорошо. Давай, хоп-тюп. Хоп-тюп. Хоп-тюп-тюп. Давай, сядь. Ему сейчас нравится заниматься? Где прикол занятий? Вот он. Да, эта собака хочет заниматься. Давай, давай, пошли. У-у-у, давай, давай. Ес! У-у-у-у-у! Прикольно сейчас и шел рядом. Такой шел. Вы скорость видели, какая у нее? Да. Это другая собака только что занималась? Да. Кто повлиял на процесс? Да. Проводник. Да. Станьте интересными. В идеале, в процессе я делаю потом вот так. Молодец. Сидеть. Давай, давай. Ай, молодец. Давай. Ис! Супер, хорошо, браво. Лежать. Лежать. Молодец, браво. Ис! Хорошо. Лежать. Давай, давай. Лежать. Лежать. Ис! У-у-у! Начали миксовать. Ему, ну, сейчас было более интереснее заниматься, чем технический момент исполнения. Ну да. Держи. Опа! Собака, смотри, собаке сейчас со мной прикольно. Ну да. То есть он хочет работать? Да. Я хожу, играю с мячом. Вот он мой мячик, я с ним играю. Где собака? Ему тяжело думать, потому что собака перевозбуждается при виде игрушки. Ага. Понимаешь как? Он на высоком драйве. А для того, чтобы учить собаку, нужно учить его на еду. Но я ему сейчас показываю, занятие со мной какое? Нудное или прикольное? Прикольное. То есть понятно, что мы сделали? Мы с ним потусили, поиграли. Он когда сюда едет, он вроде как и прикольный, надо чуть-чуть поработать. Ага. Старайтесь до занятия чуть-чуть поиграться, потом команды, а потом после занятия еще чуть-чуть поиграться. Разминка, заминка. Мне интересно не столько команда сидеть, лежать было сегодня поработать с вами, а посмотреть, как вы делаете, наладить процесс, чтобы он был прикольней, чтобы вы, когда работали с тренером, попросите Олю и скажите, а как вы со своей собакой делаете заминку? Вы видите, там другой процесс будет. Не бояться, что время пройдет на общении и на каких-то маленьких примерах, но вы получите больше ценностей, чем от того, что сидеть, лежать. Все, что мы делаем, это не просто дрессировка, там, знаешь, уровень военная форма, сигарета, перегар. Рядом. Рядом, я сказал, рядом. Сидеть. Вот это все пять лет назад я не мог показывать и давать. Знаешь, почему? Первые не готовы люди к этому. Не готовы. Многие не готовы. Почему? Потому что они готовы. Забирай. Он хочет сейчас уходить с занятий? Нет, не хочет. Пошли, Вайс. Посмотри, что делаешь. Анализ собаки во время занятия теперь от тебя. Ну, я хочу, чтобы ты анализировал все действия моей собаки. Ну, я вообще после этих примеров по-другому на все стал смотреть. Ты, действительно, открыл какую-то подкорку. И, ну, мы до этого делали все технически на автомате. А тут я понял, ну, что тут и эмоции, и психология задействована. И, действительно, нужно собаку вот так эмоционально включить, заинтересовать. И потом уже с собой вести и влиять на нее в таком состоянии. Значит, смотрите, когда будете работать с Олей, ну, мы дальше продолжаем заниматься, пока Оли нету. Когда есть Оля, просто скажи, Оль, давай мы не столько нам команды, сколько понять, как делать так. Потому что, смотрите, вы навык технический научили? Научили. А как он его делает? На автомате. Да он его делает. Так что? Мясо идет, мясо сотрит. Ему неинтересно было. Он не с тобой был. Он не с тобой. Ему было неинтересно. Когда с тобой, он идет и говорит, мамка, с тобой так классно. Ты такая прикольная. Я глаза тебе сотрю. Да, с тобой так классно. Прикольно. Что интересное сегодня будет еще? Угу. Да, надо выходить из зоны комфорта и учиться реально увлекать собаку. Ты знаешь, я думаю, раньше я это называл, выходить из зоны комфорта. Я думаю, просто надо искренне кайфануть от того, что ты делаешь. Вот прям честно, знаешь, когда я пытался выходить из зоны комфорта, что про меня подумают, как я буду выглядеть в кадре, лысый мужик ходит там, ай, браво, молодец, хорошо. А собака чувствует, когда ты неискренне. Не хвалишь. Вот я с Айсом играл наиграно или искренне? Искренне абсолютно. Да, да я хотел посмотреть, откройся, чувак, я к тебе вот открыт, давай кайфанем. Я как ребенок с ним взял мяч и говорю, давай, класс, пошли. Его нет, у меня не столько драйва. Когда вижу, я от чего кайфую. И когда я вижу, что он заряжен, я вижу, что этот ребенок говорит, давай, говорит, что ты мне можешь показать. А я говорю, смотри, он такой, опа, класс, давай поработаем. Угу. Вы должны научиться кайфовать от простых вещей с ним. И он скажет, блин, так с вами прикольно. Угу. Если мы технически делаем, он будет это делать? Угу. Не, ну почему? Ну, будет, но так. Ну, будет. Ну, смотри, это как мы, знаешь, что-то технически делаем, не на драйве. А есть, когда мы, знаешь, хотели в поход полгода, знаешь, и мы прямо туда, мы вот так у нас педали горят. Угу. Это то же самое, что тебя там не пускать в какую-то там, ну, по твоей движухе в пещеру какую-то, да? А ты туда хочешь, и тебе говорят, короче, сделаешь это, пойдешь. За сколько ты это сделаешь? Есть такое, так и происходит. Ну, ты понимаешь, да? У тебя заряд сразу идет. Ты такой, эх, короче, заряд. Вот он должен перед тем, как выйти, ритуал нарисуйте ему. Что тебя ждет тут? Да. А что дома дальше будет? Можно дома вот так все поменять. Просто все зависит от вас, не от нас. Все зависит от вас, как вы в средине начнете у себя ему объяснять это все. Говорит, слушай, чувак, у нас есть прикольная игра. Он говорит, потом расскажу. Раз и пошел, он говорит, да расскажи. Я говорю, ну ладно, давай что-то поделаем, я тебе расскажу. Он такой, ну хорошо. Заинтриговать, завеселить, окей. А как показать ему, что мы расстраиваемся, если он там что-то испортил? Он когда не дает мне мяч, я говорю, э-э, ты что? Он такой, что такое? Я дал, говорю, э-э. На диван, прыгает, прыгает на кухню, вот это пытается. Смотри, это следующий этап, это следующий этап. Это уже дисциплина начинается. И вот тут, если вы что-то разрешили, а потом это пытаетесь забрать, извини, объясни ему, что это, типа, сейчас это нельзя. Он говорит, а почему? Подожди, значит, это было можно, а теперь это нельзя. Объясни мне, как это? Да. Ну, типа, я ел это, а теперь это нельзя. Я всю жизнь это ел, а теперь это нельзя. Собака тебя спрашивает, ты больной? Ну, я не понимаю. Он говорит, я не понимаю, я хочу делать это, я это делал всю жизнь, и вы мне это разрешали. То есть, теперь нужны какие-то правила, что-то на что-то поменять. Ну, как бы, я сейчас не могу сказать, я не всевидящее око, но можно выстроить постепенно какие-то маленькие там триггеры, благодаря которым вы сможете отучить. То есть, если он прыгает на диван, то условно что-то происходит. То, чего нельзя, ну, там, короче, что-то происходит. Громкий звук, неприятный, еще что-то. Каждый раз, когда он прыгает, он такой, да нафиг прыгать этот звук, или там, ну, или там, знаешь, он боится, допустим, дождик от елки и в него бросать каждый раз, когда он там... А можно его как-то? У нас он боится провода от зарядки. Он, потому что он больно хлещет. Потому что по жопе печет. И я беру зарядку сразу же, а он такой, не-не-не-не-не, и сматывает, но он все равно прыгает. Значит, а теперь смотри, что мы сделаем, коль уже такая кухня. Теперь вот это помнишь? Сидеть и вот так. Это должно быть, ты говоришь, ах, ты опять туда, говорит, смотри. Ага. Каждый раз, когда он... Ты, в принципе, все правильно делаешь, смотри каждый раз, он такой... Угу. Он помнит, что вот тут печет, и он будет связывать каждый раз то, когда он запрыгивает, ты должен всегда браться за этот проволок. Кнут и пряли. Сразу же. Но когда он спрыгивает, что он должен получить? Хвалить? Да, сказать да, но чтоб он потом... Короче, тут насколько вот глубоко сейчас всех, кто будет смотреть, и вы должны понять. Чтобы не обиделась собака? Нет. Когда он поймет, смотри, если есть поощрение, то есть цепочка. Угу. Цепочка от точки А в точку Б. У нас были общие учителя, можно рассказать. И с точки А в точку Б идем. Если А1 будет ошибка, то в точке Б это будет подкрепленная ошибка. Непонятно? Непонятно. Вот отсюда мы начали, он выпрыгнул на диван. Мы ему показали страшно, он спрыгнул, а мы тут дали вкусняшку. То он, если захочет вкусняшку, он что сделает? Запрыгнет на диван. Он запрыгнет на диван, выгони меня отсюда, а тут дай мне вкусняшку. Он схему запомнит. Я поняла. Ты понял? Да. Это еще второе. Вы должны понимать, что все это называется поведенческая цепочка. Мы тоже это учим. У нас на уроках мы это учим. Как убрать из поведенческой цепочки ошибку. Вот это прям очень круто. Как убрать из поведенческой цепочки ошибку. И как же? А это все на обучении мы рассказываем тому, кто у нас приходит. Я вам отдельно расскажу. Это будет секрет. А знаешь, в комментариях напишут. Вот так всегда он мне рассказал. Друзья, 5000 евро в год я плачу за то, чтобы узнать вот эти все интересные штуки. И если кто-то хочет, он просто придет. Отдавать их просто так в YouTube все равно половина никто не применит. А придут люди, которые захотят учиться. И у нас на учебе мы рассказываем. Просто это прям нано обучение. Ну типа вот прям как убрать вот это, это все я расскажу. То есть ничего слова. Ну понятно в чем прикол? Да. То есть нужно исключить ошибку из поведенческой цепочки. Нам нужно ее будет забрать, запечатать и показать собаке. Смотри, вот эта схема, которую ты применяешь. Она говорит, не-не-не, я хочу вот ту, которая с ошибкой была. А ее не будет уже. Ну что, как? Взрыв мозга есть или нет, честно? Есть. Прямо именно бомбит, да? Скажи. Как после сеанса с психологом. Важно, ну я говорил, мне важно вот сюда достучаться. Ага. Типа есть стучишь, не слышат, стучишь, не слышат. А вы прям вот так вот все. Раз, раз. Я вам информации дал на три занятия сейчас. Ну если вы не понимаете, я знаю по занятиям, вы получили три таких важных там инсайта крутых. Угу. То есть про поведенческую цепочку, про драйв, про оперантный метод. Я вам рассказал, это все одно занятие должно было быть. То есть вы сейчас, у вас там мозг должен там, вы это все поняли, но не все выучили. Не надо время, чтобы это впитать. Вы это будете, вы это будете видеть в обиходе в жизни. Вы будете это пытаться применять, у вас будут ошибки. Но главное, что я достучался, вы поняли сам смысл вот этих штук. Теперь, когда вам там на улице кто-то будет говорить, да, что бы она сила, треба сделать так же. Такой, да, да. Я уже там, когда там. Что будете применять вот так вот на камеру? Так, ну будем стараться увлекать собаку. Будем стараться веселиться. Входить в ее положение. В драйв. В драйв. В драйв, ходить сами в драйв и вводить собаку в драйв. Вот, и не терять это настроение и заниматься уже вот в таком настроении классном. Ритуал. Да, делать ритуалы, заминочки и разминки, да. И чуть-чуть поигрались, поработали, поигрались, поработали. Будем вот так делать. Что еще интересно? Ну мне, после сегодняшних примеров и вот этих методов, которые мы применяли, я понял, что собака это не просто глупый зверь какой-то. Это реально одухотворенное существо, к которому такой интересный подход. И она действительно, ну как получеловек. Ну мы очень оказались унылыми и злыми хозяевами, которые... Ну вы считали, что вы, в принципе, это вы еще самое лучшее для собаки делаете. То есть мы же тебе и рожки, мы тебе и торы. Да, тебя кормишь, тебя поешь, тебя водишь. А ты скотина неблагодарная, да? А ты жрешь мои вещи, ну что для тебя такого, что мы тебе сделали такого? Прикол еще рассказать, что жрет вещи. Это тоже поведенческая цепочка. У меня ребенок кричит, чтобы привлекать внимание. Он знает, что когда он сожрет вещи, ты этим тапочком будешь его мастырить полчаса. И он говорит, наконец-то ты моя на полчаса, давай. Да? Да. Просто внимание привлекает? Да. Он или занимает себя раз, если он понимает, что это делает неправильно, то это та выученная, что я говорил, ошибка, которая приводит к вниманию или поощрению. И он говорит, когда я что-то сожру, ты моя. Иди сюда, давай, говори мне какое, говори. И ты ему начинаешь, ах ты скотина, сколько раз я тебе говорил. Ему пофигу вообще абсолютно. Он такой, давай, ты сейчас мне все это, это все в честь меня, давай. И ты такая, я тебе по морде, он говорит, я знаю, давай, бей. Бей, я боюсь, но бей, но ты моя опять. Он забрал твое время, полчаса. Ему пофигу вообще, что на него кричат и лутят. Он хотел твоего времени полчаса, а тебя не было. Он говорит, а если бы он не сожрал, ты бы зашла, да, молодец, пошла бы там, быстро что-то ухватила и выбежала. Может быть так. Но он знает, когда я сожру эту вещь, ты моя на полчаса. Серега, спасибо тебе за информацию. Нам просто нужно некоторое время. Чтобы обдумать и обживать. Обдумать, обживать, переварить, сделать какие-то выводы. Но мы типа по-любому, наш взгляд на собачий мир поменялся очень существенно. Вектор просто сместился. Это очень круто. Друзья, с вами была школа для собак Дредд. Собачку обучать это легко. Меня зовут Гилярный Сергей. С вами были также Дима, Полина с канала Суперсус. Заходите, ссылка в описании. Всегда к вашим услугам. Всего хорошего, друзья. До свидания.